Итак, огромный привет моим дорогим подписчикам и всем случайно заглянувшим. У нас сейчас 9 часов вечера, и мы идём на площадку, чтобы позаниматься спортом после ужина. Но это, собственно говоря, продолжение прошлого видео, где я готовила пибипап. Вот, всё прошло удачно, блюдо получилось, муж понравилось, мне понравилось, мы поели. Сытый, довольный, немножко посидели, отдохнули, поболели за Корею на Олимпиаде. Сейчас же Олимпиада в разгаре, и, в общем, теперь выдвигаемся, выдвигаемся спортом заниматься. Особо в порядок себя не приводила, вот так вот, как есть. Сейчас приду, как раз вся мокрая и потная, и буду вот и голову мыть, и всё остальное мыть. Сейчас никакого смысла я в этом не вижу, у нас жара адская по-прежнему, днём подсорокетник, поэтому, да. Ну, ничего, ничего. Так, что на мне, что на мне, сейчас покажу. Так, хожу я вот в таком прикиньте заниматься на площадку, тут у меня масочка, это верёвочка для масочки, подарок от тёти. Вот, ну как тёти, она нам как сестра, двоюродная или троюродная, ну просто по возрасту уже как бы гораздо старше, чем мы, вот. Вот, никогда не думала о такой верёвочке, ну вот, пригодилась. Тут такие, ой, волосняка. Тут такие вот зажимчики. Я опять перешла на многоразовые маски, одна у меня вот такая яркая, а вторая чёрная, она сейчас в стирке. Вот это лёгкое, через неё легче дышать. Конечно, когда никто не видит, я так немножко приспускаю, но, тем не менее, везде же камеры, мало ли, знаете, мало ли что. Мало ли какие-нибудь санкции будут применены, у нас сейчас рост заболеваемости внезапный, внезапный в нашем городе, хотя до этого было затишье. Ну вот как-то так, ладно, пойдёмте, муж тоже идёт со мной, пойдёмте вместе на тренировку. Так, с собой мы берём только воду и полотенце, вот в таком пакетике бэушном. Раньше ходили с сумкой, но её бросаешь потом на всякие тренажёры, и она такая зачухонистая, быстро становится и приходится стирать. Пока, котятки. Пока-пока. Пока, котятки. Пока, котятки. Всем привет! Так, мы идём по тёмным переулкам. Площадка с тренажёрами находится в соседнем переулочке. Темнотища такая. Сейчас не знаю, какая температура, может быть, 28 где-то, а может и 30. Кстати, организм быстро адаптируется, когда ты терпишь там долгое время температуру, там 35, 37, 38. То потом, когда 28, кажется, что уже, знаете, такая прохлада, прям такая благодать. Так, не одни мы спортом занимаемся. Вон, дама какая-то побежала, пробежка у неё. Вот он, местный красавчик, герой чего-нибудь романа. Идёт, дымит. Это такая, такое промо такое для девушек, которые поклонницы корейского кино и корейских мальчиков. Такое весь, в беленькой рубашке, в брючках. И клубы дыма за ним сигаретного тянутся. Да, курение, это тут довольно-таки распространённая привычка, как и употребление алкоголя. Ну, местным повезло, конечно, в том плане, что на наших лицах, на славянских, почему-то быстрее отпечатывается тот факт с годами, что ты злоупотребляешь алкоголем. А тут достаточно долгое время, не видно этого, это надо прям очень мощно пить, чтобы немножечко, знаете, так закосеть. Чтобы были какие-то на лице вот такие следы зависимости алкогольной. Да, так что тут им, конечно, немножко повезло. Можно иметь такое, знаете, ангельское личико сладенькое. И на столе будет стоять там, знаете, 10 бутылок выпитых. Повезло, повезло, генетика. Так, мы уже подходим. Я сняла маску, темно, ничего не видно, дышать невозможно вообще в ней. И когда это все закончится, и закончится ли, думаю, не скоро. Муж командует, командир. Так, интересно, есть кто-нибудь сегодня, или мы одни? В прошлый раз мы были одни, только качели были заняты, все остальное было свободно. Так, вот она площадка. Что время начинать? Тренировку. Тут есть недостаток определенный. Заключается он в том, что тут комары. Когда ты какое-то время проводишь на одном месте, со временем комары начинают приставать. Так, я тут так подразумеваю, тут начинается в ближайшее время реконструкция. В общем, так. Так, опять какая-то молодежь тусуется. Лучше бы здоровьем занялись, чем ржакой вот такой вот, да? Согласитесь, от России мало чем отличается. Знаете, придешь таки в российские дворы, по вечерам зайдешь, и там ржут как кони. Какая-то такая специфическая молодежь. И тут то же самое. Так, муж уже начал. Но ему важнее. Посмотрите, как у него пупочек мясистый. Ой, какие рулечки сладенькие. Ой, какие сладкие мясные рулечки. Нажимайте. Вот. Вот он он. Так, забуксовал, забуксовал. Сезон дождей наносит какой-то ужасный урон всему. Это, конечно, кошмар. Все растрескивается. Плитка в некоторых местах откисает, расслаивается. Опять цикады кричат. Вот мы жили в достаточно новом таком, относительно новом жилом комплексе в прошлом году. И после сезона дождей просто вся плитка загремела под ногами. Скиньте, откисла просто. И отслоилась. Загремела. Прям идешь, и она гремит под ногами. Новенькая плиточка. А тут местами порастрескалась краска. Ну и что-то тут вот поплыло немножко. Грунт. Грунт немножко поплыл вместе во время дождя. Да, что-то отвлеклась, извините. Отвлеклась, поэтому был перерыв такой в словах моих. Ой, комары начинают кусать. Ладно, я тоже начну двигаться. Да хватит. Да что ж он балуется? Ну посмотрите на него. Совмещает два дела одновременно. Смотрите, занимается на тренажере. И зазывает кота. Увидел кота, говорит, это же наш кот Луна. Говорит, такой же, один в один. Теперь будет до момента возвращения домой параноид, что это наш кот. Вот так вот мы неловко слезаем с тренажера. Они давно видели черную кошку. Так он говорит, это Арина. Это наша Арина. Я говорю, нет, как же это наша Арина. Мы всех проверили, все закрыли. Так, где-то она там бродила по детской площадке, не видно. Так, забывает, это мой муж. Тут не принято котов звать Кыс-Кыс. Тут их принято звать Няу-Мяу. Ну, в общем, имитировать голос кота-кошки. И вот так их подзывать. Смотрите, как натурально у него получается, да? Была бы я кошкой, я прибежала бы уже. Так, ладно, я пошла на другой тренажер. Тут я уже закончила, пока меня не было в кадре. Меня никто не снимает. Сама, знаете ли. Да, вот привезли песок, будут засыпать и ровнять тут все. Да, смыла грунт и обнажились все корни деревьев. Вот видите? Это очень вредно для деревьев, поэтому сейчас будут смотреть все корни наружу. Вот вам и сезон дождей. Вот он, дорывался до качелек. Мы закончили тренировку. Первые сорок лет детства самые тяжелые для мужчины. Кстати, на днях будем день рождения отмечать, 39 годиков. Вот она, какая сладость. Вот она, какая маленькая радость. Качается на качелечках. Вот так вот носочки тянем. Так, тут есть вот такая уютная беседочка. Такие лавочки. И сверху такая зеленая крона из плетущихся растений. Так, ну все, нам нужно теперь немножко остыть. Сейчас мы пройдемся. Поскакал. Пешком домой не собирается. Идем. Кадра. Ой. Я сегодня какая-то быстро утомляющаяся. Ой, всю паутину собрала. Господи. Да, сейчас закроют на реконструкцию наш спортзал. Так называемый. Все разобрали. Ну тут есть еще один поблизости. Я вам про него рассказывала. Но не показывала. Он совсем новый. Ну как-то мы туда не ходим, потому что подальше. А это совсем близко. Не знаю, что. Ну может быть в тот будем ходить. Либо просто сделаем перерывчик. Так, едой пахнет. Муж говорит, шепчет там за спиной, что он снова голоден. Да как же так? Мы, чтобы не наедаться, на ночь мы последние дни ели там дыньку или арбузик. Ну так не спеша. Не спеша. Вот арбузик мы где-то три дня ели. Дыньки я покупала на рынке. Их очень надолго нам хватило. Такие мелкие. Здесь продаются такие мелкие дыньки. Я покупала огромный-огромный пакет. По очень выгодной, кстати, цене. Тут на рынке в основном расплачивается наличкой. А у нас так случайно получилось, что я увидела банк, который я видела в отзывах в интернете, что там очень удобно и с выгодным процентом можно снять с иностранной карточки. Но моя карточка здесь получается иностранная. Деньги с небольшой комиссией. И вот мы мимо проходили, и я тогда сняла их. И как раз дальше наш подлежал через рынок. И как раз при себе, благодаря тому, что была наличка, я купила этих дынь там. И вот мы их ели. Не знаю, сколько, недели две на ужин. Конечно, сахара много и в дыньках, и в арбузах, но такое, знаете, временное ощущение наполненности, сытости, которое хватит как раз до того момента, чтобы уснуть и ничего больше не съесть. Вот это помогало. Сейчас ничего у нас такого нет. Ни дыньки, ни арбузик. Не знаю, что сейчас перекусим легенького такого. Может, заварим лапшички. Так, время 9.53, значит, нас дома не было как раз 53 минуты, но неплохо мы так позанимались. Так, муж уже плещется вовсю в душе. Я тоже пошла до связи. Так, а теперь время пить кофе. Мы решили вот эту сдобу продегустировать. Вот этот сладкий хлебушек. И потом спать, наверное. Ну, либо я домонтирую видео и тогда спать. Скорее всего, домонтирую. Не хочу на завтра оставлять. На завтра у меня уже другой интерес, другие темы. Итак, всем спасибо и до новых встреч. Люблю, целую. Пока.